Один месяц остался до сентябрьской презентации Apple, на которой нам покажут сразу три новых айфона. Слухов и утечек по этому поводу ну просто куча, поэтому в этом видео давайте поговорим обо всем интересном. Погнали! В прошлом году произошло, наверное, историческое событие. Apple на своей презентации представили сразу три новых смартфона. И в этом году произойдет то же самое. Два новых устройства с обычной и плюс версией, и один, если его можно так назвать, бюджетный айфон. В своем декабрьском ролике я показывал вам вот такую картинку, где показаны нам все три будущих смартфона Apple, и с того момента ничего не изменилось. Первые два айфона это логичное продолжение десятки, тот что с диагональю 5,8 дюймов это тот же айфон 10, только с улучшенными характеристиками. Слева от него плюс версия улучшенной десятки, диагональ дисплея около 6,5 дюймов, что по размерам сопоставимо с айфон 8 плюс, у которого диагональ 5,5 дюймов. Слухов о том, чем же помимо размеров будет отличаться плюс версия пока что очень мало, в июне говорили что-то о тройной камере, но сейчас все это как-то поутихло, поэтому в этом году тройную камеру мы скорее всего не увидим. Цены следующие, айфон 5,8 дюймов будет стоить от 800 до 900 долларов, а его старший брат от 900 до 1000 долларов. Единственная проблема у этого дуэта нейминг, с ним прям вот какие-то проблемы и совсем непонятно как же Apple поступит и как же назовет новое устройство. Это могут быть как iPhone XL и XL+, iPhone XY, iPhone Y, iPhone XS, iPhone... О боже, я уже не помню сколько там вариантов, давайте вы напишите в комментарии, самый интересный я публикую в следующем видео. Ну и наконец, самая интересная модель. Это айфон с диагональю 6,1 дюйма и LCD дисплеем. Дизайн будет такой же как и у текущей десятки, но обычная камера и но LCD дисплей, который после OLED кажется совсем не привлекательным. По последним слухам, iPhone 6,1 дюйма только на китайском рынке будет продаваться в двухсимочной версии. TrueDepth, FaceID, безрамочный дисплей, все это будет присутствовать по цене текущей восьмерки, то есть примерно 600-700 долларов. И как мне кажется, это будет самая ходовая модель. Если обратить внимание на последние слитые фотографии панелей будущих iPhone, то можно заметить, что рамки у более дешевой модели будут больше, что вызвано скорее всего применением LCD дисплея. С неймингом тут все тоже очень сложно, если более дорогие модели будут iPhone 11 и 11 Plus, то дешевой может стать iPhone 9. В общем, предположений тут куча, вплоть до iPhone SE 2, что мне кажется невозможным, потому что это будет основное устройство компании, которое стоит как обычный iPhone пару лет назад и это совсем не бюджетно. По последним слухам, цветовая палитра может сильно преобразиться и, пускай назовем его iPhone 9, выйдет в белом, синим, красном, оранжевом и, судя по последним слитым фоткам, еще и в черном цвете, а не в сером, как у десятки. Привет, iPhone 4. iPhone 2018 года будет возможно продаваться с новыми 18-ваттными адаптерами питания. Проведенные сайтом MacRumors испытания показали, что за час подключения к 18-ваттному адаптеру смартфон восполняет запас энергии до 79%, тогда как 15-ваттная штатная зарядка за это же время заряжала только на 39%. Подключение к адаптеру питания будет не через привычный всем USB Type-A, а через Type-C. По этому поводу можно сделать логичный вывод, что новый iPhone будет комплектоваться с кабелем USB Type-C на Lightning, что клево, безусловно, клево для владельцев новых MacBook, но совсем не клево для ребят типа меня, у которых Windows машина, там стоит USB Type-A, да и вспомним еще, что во всех пауэрбанках у нас USB Type-A, и получается, что новый кабель придется покупать чуть ли не каждому владельцу iPhone 9 и iPhone 11, как его там называют, iPhone 2018 года. Что же касательно железа, тут все традиционно, новые iPhone получат новые процессоры, это Apple A12, есть один нюанс, iPhone, которые более дорогие, с Solo-D дисплеями, получат целых 4 гигабайта оперативной памяти, а более дешевая модель 3, как у текущей десятки. На этом все, до выхода iPhone остался всего какой-то месяц, поэтому подпишись на канал, чтобы быть в курсе последних новостей, также не забывай про колокольчик, чтобы получать уведомления о видео первым, и оценивай это видео. Пока!